Для того, чтобы потушить, берем швабру и вот такими движениями тушим, и все тухнет. Для этого я применял плащ, вот так накидкой тушил, но это столько сил вынимает из себя. А так подошел, метелочек, бах-бах. Вот и все. Половина участка, даже четверть участка выкосил ножом, триммером, а остальная часть заросла так, что только выжигать. Все утверждают, что сейчас насекомые вылезают, а пока все еще спит. Проверял, пока тишина. Гнезда еще пока никто не вьет, начало весны. Весна запоздала в этом году. На ноги желательно одевать керпы и сапоги. Хочется заходить в огонь и тушить непосредственно в огне. Хочется заходить. Пока. 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 На этом месте в прошлом году картошку сажал под стену. Как видите, горит долго, потому что осталась еще прошлогодняя крова. Контролируем выжив травы, желательно делать в безветренную погоду, но если есть небольшой ветерок, это не проблема. Главное не иметь страха перед огнем. У меня специфика работы связана с огнем сварщик, уже порядка больше 20 лет, и каждый год проходим подготовку по пожарной безопасности, по минимуму, поэтому приходилось иногда и тушить реальные пожары. Субтитры сделал DimaTorzok не надо брать большие участки для выжига, потому что не сможете контролировать. Огонь так быстро распространяется, что надо пятачками небольшими. И одевать желательно сварочные краги, но я к огню привык, сами видите, спокойно без них справляюсь, но желательно, потому что, когда большое пламя поднимается на метры, можно обречь руку, и вы просто бросите швабру, покрывало, что угодно, и текать, как говорится, побежите. Если реально не исправляетесь с огнем, звоните 01, помогут. Весер дует иногда непонятно с какой стороны, пламя идет то в одну сторону, то в другую, и тушить надо перед началом горения травы. Вот так. Не давать пламени переходить на траву. Но есть нюансы, когда тушить не плось, огонь подхватывается и закидывается дальше. И подчас бывает тушить и это место, и следующее. Ветер иногда тоже подхватывает и закидывает дальше. Желательно применять респираторы со съемными модулями, так называемыми. Извиняюсь за голос, уже задился нос. Полно лицевые маски, на которых прикручивается активированный уголь в кассетах, и через них дышишь. А что еще сказать? Не надо бояться. В страх он бежит впереди вас. Поэтому все контролировать надо, как и всегда в жизни. У нас здесь можно с соседями переговариваться, просто криком. Все слышно на 100 метров, ну на 70 точно. Вот до соседа докричался, он меня услышал. Раньше были у нас рации, обычные рации. У каждой семьи своя рация. Переговаривались, делали заказы, кто поедет в магазин, чтобы купили продукты. Здесь у нас связь очень плохая. Рядом Белоруссия. Сигнал постоянно то белорусский, то российский. Вот. Завели в скайпе свою облачную страну, так называемую. И в скайпе общаемся, у кого есть интернет. У кого его нету, увы, тарафанное радио применяется. Или сотовый телефон, если есть сигнал. Как видите, трава контролируется вот такой шваброй, которая уже обгорела. Причем, соседская швабра. Взял на прокат, теперь должен новую. Так договорились. Где много травы высокой, там очень много комаров. То, что комары живут в основном в траве. В прошлом году у меня была выкашена четверть территории. Сразу вид изменился. Комаров стало меньше. Но слепни, естественно, они прилетают. Для ловли слепней у нас есть у каждого слепни ловки. Они скопированы, как я понял, со шведской системы. Маленько изменено, упрощено. Сделано надежно конструкция, чтобы не ломало ветра. Ветер здесь у меня постоянно дует. От умеренно до тормового. Потому что поляна у меня на возвышенность выходит. Рядом лес. В лесу есть выпилы, где брали лес. И оттуда, подчас, с озера дует очень сильный ветер. Здесь можно спокойно ставить у меня ветряк. Пользуется ветряком. В прошлом году был сильнейший ураган. Который повалил здесь вдоль нашей дороги деревья. Так что не проехать было. Выпиливали гензофилами. В соседних деревнях электропередачи снесло. У нас не было две недели электричества. Привезли большой генератор на 125 кВт. Подключили и питались от него. Но два дня точно сидели глухо без электричества. У кого есть генераторы, пользуясь генераторами. Многие потеряли замороженные овощи и фрукты. При заготовке на зиму пришлось делать варенье, компоты в срочном порядке. Третий этап выжига травы. Здесь трава довольно-таки густая. Придется слабой помахать, попотеть. Сейчас только у меня запустение уже довольно-таки давно. Одна часть у меня на стенокос идет для эмульчирования травы. Другая часть как газон предназначена. Третья часть сделана для грядок. Вот два участка, которые выжиг. Это под грядки, картошку. В прошлом году было перепахано. Что-то посажено было, что-то оставлено под опару. Третий этап выжига травы. Третий этап выжига травы. Пожара, а именно травы. Вот наподобие такого плаща. Берете и... И тушите. Когда ветер, решение им очень затрудняется. Потому что пары ветра бросают огонь. То в твою сторону, то в другую. И подчас довольно-таки тяжело затушить. Можно еще затушить вот таким способом. Вот можно так еще затушить. Плащ должен быть... Не как у меня пластиковый. Просто под рукой не оказалось. А брезентовый. Брезентовый плащ. Накидка брезентовая. Нужно еще учитывать. Когда тушить плащом. При нанесении плащом удара на огонь. Огонь разбрасывается. И часть его распространяется все равно по бокам. Что дает возможность возгранивать еще рядом. Третий этап закончен. Впереди, видите, куча хвороста, веток. Она вспыхнула. Я ее успел затушить. Там густая трава. Так называемая осока. Она горит очень быстро. Пламя очень высокая. И поэтому надо шевелиться. Координировать свои действия. И тушить. Вот. Этап четвертый. Актор binding. Этап. Егор. Этап. Василий. Этапizing 이름. Сезонный ряд. Пол Coca- Scala. Европа- 戯. Продолжение следует... 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 Чуть-чуть позевал... Огонь пошел дальше... Это пока нет ветра... А когда ветер... Ну вот видите, опять... Берем швабу и пошли... Продолжение следует... Как видите... Как видите, впереди куча... Щебня... ПГС... Здесь роса трава... Пришлось... Продолжение следует... Ни ножом... Ни ножом не взять... Сразу все выходит из строя... Вот таким методом... Побеждаем траву... Друзья... Для того, чтобы... И заниматься... Выжигом травы... Советую... Выкашивать... Вокруг... Домов... Сараев... Дровинников... Всех... Всех... Разгораемых... Предметов... А... Потому что... Есть возможность... Что... Горит трава... Мы не успели... Потушить... Передается на постройки... Сарай... Потому что... Были случаи... Вдоль дороги едут... Подпившие ребята... Бросают непотушенную сигарету... И понеслось... Частенько были случаи... Когда... Когда еще у нас были рации... По рации... У нас горит... Трава... Все... По селениям... Кто может... Мужчины... Сыграются... И... Выезжают... На место... И тушим... Вот... У нас с водой здесь... В Псковской области... Напряг... Самая... Глубокая точка... У соседа... Моего... Шнадцать колец... А... У... Другого соседа... Где-то... Колец... Десять... Вот... Водоемов поблизости нету... И... Возгорание... Потушить довольно-таки тяжело... Вот... Тушим... Швабрами... Как я... Плащами... Вот... У соседа... Через дорогу... Я не знаю... Как получилось... Но... Возгорание было травы... Смотрю... Дым... Валит... Густой дым... Подбегаю... Горит трава у него... Он стоит растерянный... Не может ничего сделать... Сосед подбегает... Рядом со мной еще один... И мы вдвоем... Слушаем... И... Локализуем... Пожар... Вот... Вымотались очень сильно... Крова высокая была... Густая... Э... Я был весь закопченый... Лицо... Э... Э... Красное... Потому что... Огнем... Маленько... Меня прихватило... Перчатки... Обязательно... И желательно даже... Очки... Одевать... Обычные... Стретины очки... Потому что пламя... Когда дает себе в лицо... Э... Брови выгорают... Ресницы... И... Просто... Глазам потом... Больно... От огня... Ну... Пожарные... Кто... Пожарную часть служит... Они это все прекрасно знают... И... Мне... Как сварщику... Каждый год... Они... Это напоминают... Вот... Каждый год... Проходим... Пожарную безопасность... Потому что... Работаю... С огнем... В закрытых помещениях... И... Бывали случаи... Возгорания... Локализовали буквально... Моментально... Главное... Контролировать себя... Не давать паники... Выходить в страху... Это... Довольно-таки... Серьезные вещи... Если первые минуты... Ничего не сможете сделать... Ноль-один... Все... Без вариантов... Возгорается машина... Первые... Первую минуту... Если вы машину не смогли... Затушить... По... Своим огнетушителям... Или... Машина... Которая остановилась... На обочине... И... Дали еще один огнетушитель... Все... Машина выиграет... По-моему... За 10 минут... Как мне говорили... О... Грузовая техника... За 15-20 минут... Вот... Вам такие... Э... Дам... Пояснения... Когда вы общаетесь с огнем... Спасибо за внимание... Я довольно-таки... Уже... Вымотался... Устал... Пойду отдохну... Попью чайку... Еще много дел... Надо сделать... А... Поеду... К соседу... Э... Скважину... Ремонтировать... Вчера вечером... Поехал за водой... К нему... Залил... 150 литров... Все... Воды нет... Станция... Не работает... Насос... Не работает... Что такое... Будем выяснять... Может быть... Заиливание... Может быть... Что-нибудь еще такое... Ну... Вроде как... Он гудит... Дает... Признаки жизни... Автоматика... Вроде... Тоже целая... Так что... Спасибо за внимание... Друзья... Подписчики... Ставьте лайки... Подписывайтесь... До новых видео... Спасибо за внимание...